Добрый день! Приветствую вас из кабины симулятора A320 в центре TFT в Восточной Германии. Это видео номер 3 из 10 про A320. И сегодня я дам вам базовое объяснение о топливной системе Wirebus A320. Поехали! Топливная система A320 состоит из топливных баков, контроллера, распределения топлива во время заправки, топливных магистралей, до двигателей ВСУ, масляного радиатора, в котором масло от генератора тока охлаждается, и система контроля топлива, которая распределяет его и выводит всю нужную информацию на e-cam дисплей. В кабине находятся все необходимые переключатели, а e-cam дисплей показывает всю топливную систему после нажатия соответствующей кнопки на панели управления. Также e-cam дисплей автоматически будет отображать страницы топлива в случае неполадки или предупреждений. Снаружи самолета находится панель управления заправкой с правой нижней стороны фюзеляжа под крылом, и крышки для закачки топлива в топливные баки по обеим сторонам посередине крыльев. Топливо хранится в трех баках – левый и правый бак в крыльях и центральный бак в центре самолета. Также баки в крыльях разделены на внешний бак и внутренний. Максимальный запас топлива – 23 858 литров, или 6 302 галлона США в модели А320. Давайте рассмотрим страницу топлива на e-cam. Снизу у нас находится FOB – топливо на борту. Выше у нас показаны топливные баки, в каждом показывается количество топлива и его температура. Кроме центрального, он не сильно зависит от наружной температуры, в отличие от баков в крыльях. Затем все топливные помпы, кран кольцевания, топливные магистрали двигателей и клапаны низкого давления. Цифры 1 и 2 показывают номера двигателей и количество топлива, израсходованное двигателем с момента запуска, а также общий ток. Как вы можете видеть, есть барьер между внешней и внутренней частью бака в крыльях. Это сделано не просто так. Топливная система изначально использует центральный бак, затем внутренние баки. Как только запасы во внутренних баках достигает 750 кг, переключательный клапан откроется, и топливо из внешних баков будет перетекать во внутренние за счет гравитации. Причина в том, чтобы уменьшить изгиб и вибрацию крыла во время полета. Как вы можете видеть, правая и левая стороны полностью изолированы. Но если будут какие-нибудь ненормальности, отказ двигателя, например, то дисбаланс топлива может привести к проблемам. В таком случае кран кольцевания нам поможет. В нормальном состоянии он закрыт, но если его включить, то топливо будет перемещаться из одной стороны в другую с помощью топливных насосов. Всего есть 6 топливных насосов, по 2 в крыльях и 2 в центре. Когда помпы в крыльях включены, то они создают необходимое давление в топливной линии питающей двигателя и выключаются в ручном режиме после выключения двигателей на парковке. Чтобы сделать систему с запасом, пропускные клапаны установлены в крыльях. Так что в случае, если оба насоса сломаются, то двигатель сможет высасывать оставшееся топливо из крыла. Но, к сожалению, в центральном баке такого клапана нет. Следовательно, в случае поломки двух насосов в центральном баке, топливо оттуда будет недоступно для выкачивания. Также топливо имеет свои лимиты по температуре. Минимальная температура для топлива А1 составляет минус 43 градуса, а максимальная плюс 54 градуса. Чтобы предотвратить замерзание топлива на эшелоне, в Airbus установили теплообменник топлива и масла. Во время полёта холодное топливо охлаждает горячее масло от преобразователя тока, при этом не замерзая. А сегодня всё. Надеюсь, вам понравилось это видео и вы поняли базовые принципы о работе топливной системы в Airbus A320. Спасибо за ваше внимание, до новых видео, пока! Субтитры сделал DimaTorzok